Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. Вот не хотела я, но дочь Михаила Дашенька подвигла, так сказать, поучаствовать в обсуждении новой книги Дэна Брауна «Инферно». Ну, естественно, прочитали, как только она вышла, эта книга. Я, да и вместе со своей дочерью, мы истинные почитатели таланта Дэна Брауна, все его книги, начиная с «Кода да Винчи» и прочих, «Цифровая крепость», «Утраченные символы», «Ангелы и демоны», они нас просто поразили, мы их перечитывали ни дважды, ни трижды. Меня подкупает вот в этих книгах Дэна Брауна всегда глобальность проблемы, которую он ставит перед всеми читателями и, в общем-то, перед всем человечеством. Вот именно такое впечатление глобальности вот этой проблемы. Причем вот эта проблема у него облекается в очень такую форму подкупающую. То есть здесь есть все, здесь и детектив, и дриллер, и собраны буквально все жанры. Причем выстроена, мне кажется, каждая эта книга по всем этим законам очень удачно, в должной мере, интригующая, начиная вот с первого, буквально с первой страницы, ну, вот ферма, когда Лэндон оказывается якобы в больнице, вот в таком состоянии, когда он ничего не помнит, и вот тут дальше все и разворачивается. Меня, естественно, подкупает и личность, выписанная Брауном, самого Лэндона, конечно. Я просто восхищаюсь этим человеком, я, ну, как и всяким, кто достиг в своей деятельности высот каких-то и стремится познать более и более. Я очень не то, что люблю, мне нравятся вот знатоки, которые разбираются в символах, потому что я убеждена в том, что на нашу жизнь каждого в отдельности, всего народа, всего человечества большое влияние оказывают именно вот эти вот разного рода символы, начиная, так сказать, с дохристианских времен и христианских и так далее и тому подобное. То есть это заложено не только вот в нашей обыденной жизни еще и в высоких сферах, это заложено и в гербах каждой страны, и в банкнотах, в монетах, которые чеканят то или иное государство. Я об этом много читала, и во истину это оказывает просто вот такое значение для процветания, для упадка, для развития и для гибели в оконцовке того или иного народа, той или иной цивилизации. Поэтому мне очень нравится, вот, значит, как Лендон, как знаком, истинный профессор вот этого рода деятельности, их влияние на все и на все, его ум, который в оконцовке, так сказать, разгадывает этого рода символы. И поэтому книга нам это очень понравилась. Мне понравилась она еще вот эта вот глобальная проблема последней, потому что я тоже много читала, например, о перенаселенности нашей планеты, что 7 миллиардов это слишком, то есть вон в Африке миллионы детей ежегодно умирает от голода и так далее и так подобное. Я читала также о том, что есть ученые, даже более того, сильные меры всего, которые объединены в какое-то тайное общество, которые лелеют, вынашивают планы, чистки, может быть, человечества, такого вот тихого, тихой такой чистки, то есть убирания части человечества, и им решать, кому жить, а кому не жить. Довести, положим, вот такое их критическое цифры, то есть достаточно всего лишь, ну, полтора миллиарда, и не больше. Вот эти полтора миллиарда, они достойны жить дальше, достойны, значит, вот завершить нашу цивилизацию. А остальных всех, вот таким вот, при помощи генетики, которая достигла уже достаточных высот, вот так избирательно, как вот здесь указывается у Ферма, пев каждого третьего положим, уничтожить, стерилизовать. Не надо концлагерей фашистских, не надо там резервации, еще чего-то, все это нам противно, как бы, да, с этим все согласились. А вот так, по тихой грусти, раз, и нет. И вот они остались, те, которые будут вершить судьбы человечества. Вот меня вот эта вот проблема подкупила, она актуальна, над ней стоит задуматься, каждому в отдельности и всему человечеству в целом. И еще я хотела вот о чем сказать. Вот сколько людей, столько и мнений. И я не думаю, что вот наш блог, посетители которого обмениваются мнениями по поводу той или иной книги или автора, думаю, что они весьма интеллигентны, терпимы в основной своей массе. И поэтому они достаточно понимают, что нужно уважать мнение любого человека. И не стоит приходить на личности, типа такого, вы ничего не понимаете. Вот я-то жизнь прожил, я понимаю. А вот молодые, ничего не понимаете. Ведь у каждого поколения свои, так сказать, символы, будем так говорить, свои задачи, то есть каждому свое время. Вот пришло время, положим, вот эту проблему поставить. Вот так ее изложить, в такой форме она мне очень нравится. И поэтому переходить на личность, я думаю, не стоит, это недостойно нас. Это, ну, вот как бы так, или из эпатажей, из духа противоречия. Ах, вам всем нравится? А мне-то вот, а вот и не нравится. И язык-то говняный, и изложение-то не то. Да и о чем это? И откуда он это взял? И зачем вот оно придумало? Оно есть, ребята. Оно есть, потому что многое на свете друг друга рация, что и не снится нашим мудрецам. То есть мы даже познать не можем, что оно есть. А уж познать суть его, значение, мы и вовсе, так сказать, своим умишкам как бы высшую истину-то познать. Ну, недостойный, будем так говорить, и не можем. Просто нам не дано столько возможностей пока. Ну и не сходить до того, что вот до этого детского сам дурак, это и вовсе, кажется, вовсе ни к чему. Я призываю просто каждого, который высказывается в блоге, высказывает только личное мнение и рассчитывает на уважение со стороны всех, высказываясь, что его мнение будет принято во внимание и только. Потому что я глубоко убеждена, что в споре, в любом споре, никакая истина не рождается. Каждый остаётся всегда при своём мнении. Это исходит просто из природы человеческой. Поэтому навязывать кому-то своё мнение, обзываться, ставить какие-то оценки тому или иному, думаю, это ни к чему. И задача нашего блога вовсе даже не о том. Спасибо за внимание. До свидания.